Сергея Лаврова и Владимир Макея будет обсуждаться широкий круг вопросов. Подчеркиваю, что российское участие в подавлении очага террористов в Сирии нацелено прежде всего на сохранение государственных институтов в этой стране, защиту гражданского населения, включая этноконфессиональные меньшинства. У нас также имеется информация о том, что туристические группировки продолжают получать пополнение в живой технике и силе из-за рубежа. Это очень опасная тенденция. Подобные факты заставляют вернуться к вопросу о том, насколько те или иные вовлеченные в сирийские события стороны заинтересованы в мирном регулировании сирийского конфликта и как эта цель соотносится с финансовой и технической поддержкой антиправительственных вооруженных формирований, включая тех, кто напрямую взаимодействует с террористами. Ведь, в общем-то, это не секрет, и мне кажется, это всем понятно, что без подпитки извне, без прекращения этого потока помощи, опять же, извне, без перекрытия каналов инфильтрации боевиков, торговли контрабандными сирийскими углеводородами и культурными ценностями, задача ликвидации очага террористического интернационала в Сирии осложняется многократно. В контексте двусторонних отношений, что Россия и Белоруссия... Самое эффективное в этих условиях орудие в руках мирового сообщества и каждого государства это противодействие терроризму во всех его формах и проявлениях, в рамках активного и действительно партнерского международного сотрудничества на основе международного права без каких-либо двойных стандартов. ...борьбы с преступностью. Важная работа ведется по обеспечению равных прав граждан двух стран. Речь идет о так называемых сообщениях средств массовой информации относительно якобы имевшем месте обстреле российскими ВКС полевого госпиталя в провинции Итлиб на северо-западе Сирии, в результате которых погибло, опять же, по данным вот этих вот средств массовой информации, 13 человек. Ну, это, конечно, знаете, на фоне изобретательности... Не знаю, я не могу сказать, что это журналисты, кто это пишет, но изобретательность, конечно, восхищает. Я, опять же, хотела бы обратить внимание, что эти вбросы осуществляются со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, которая базируется в Лондоне. Как мы понимаем, из Лондона очень удобно освещать и обозревать то, что происходит в Сирии, не выезжая туда на место, не имея возможности собирать материалы, так сказать, в поле, на земле. В Сирии речь идет даже не о мероприятии, а...